Дорогие друзья, мы продолжаем с вами изучать Kiwi Python for Android, довольно быструю библиотеку. Сразу я покажу как найти, а потом поговорим о курсе. Набираете spb-tut.ru, это легко набрать. Далее переходите в еще, нажимаете Python for Android, попадаете в школу Python for Android. Итак, сегодня мы с вами изучили две новых инструкции, Canvas Before и Canvas After. Суть этих инструкций довольно проста. Нам с вами надо было добиться, чтобы мы могли указать цвета до красный, допустим синий после и посередине. То есть до, после, посередине. Также мы с вами проверили, как работает настройка Size Hint. Для новичков она непонятна, кто проходит курс. Сначала это очень понятно. То есть относительный макет и относительно этого макета кнопку мы делаем, значит используя пространство, то есть в процентах 100, 90, вот сейчас размер 90, а высота 30%. То есть мы с вами убедились, что при относительном макете инструкция Size Hint к элементам, в данном случае Button, кнопка, применяется очень хорошо. Ну, в принципе, продолжаем изучать, поэтому довольно интересно. Мне нравится, ребята на данном этапе в группе уже понимают и уже друг другу подсказывают. То есть вот это то, к чему уже сегодня пришла школа. То есть первичные знания есть и ребята, у которых что-то не получается, другие ребята им подсказывают, что очень-очень здорово. То есть я хочу сказать, что нет неопредалимых вещей, надо просто заниматься шаг за шагом. Как вы знаете, в школе есть возможность и Python с нуля изучить, изучить Django, изучить Android. Но я рекомендую, еще раз говорю, настоятельно рекомендую изучать и Android, это будущее, и обязательно Django. Это нужно по первой причине. На Android мы больше пишем чистым Python, что больше будет понятно ООП, которое потом применится в Django. Django это мирище. Когда мы пишем то на Django, то на Android, получается мы пишем на двух разных системах. Мы начинаем соображать и избегаем самой главной вещи. Ведь я сказал, Django это мирище, не мир, а мирище. Иногда люди начинают путать Django и чистый Python. Поэтому нельзя допустить фреймворка зависимости. Надо программировать хотя бы на двух разных системах. На Kiwi под Android программировать не только полезно, но в принципе это будущее. Поэтому очень важно изучать Android. Мы это делаем шаг за шагом. И рынок Android это в любом случае рынок, который очень активно развивается. Поэтому здесь можно выдавать по, допустим, по игре в неделю. Это круто. Ведь в рамках Kiwi можно написать все, что угодно на самом деле. Это я уже говорю для тех, кто первый раз начал с этого урока. Пожалуйста, бизнес-процессы, простая графика, графика 3D, программы, игры и так далее. Начните с раздела для гостей. У вас он будет выглядеть немножко, когда вы выйдете по-другому. То есть вот начни отсюда или так далее. Посмотрите видео, посмотрите страницу. Успехов. Все получится, ребята.